Ребята, всем привет! Так, сообщаю вам пока в Дору. Последние новости. В общем-то, с Аленой, с матерью одного из пострадавших парней, мы на связи. Откликнулись у нас здесь ребята, юристы из Северного Человека. Да, уже будущего, но уже по сути вот-вот-вот. Из нашего телеграм-канала ей оказали юридическую консультацию абсолютно бесплатную, естественно. В общем, в чем суть? Там сейчас пока что следователи уверяют, что все будут арестованы, все будут найдены, но при этом в итоге найдено всего три. И арестовано три человека из всей толпы. Била огромная толпа, арестовали пока что трех. Там сейчас нужно, по сути, начинать уже работать непосредственно в самом городе с юридической поддержкой Алены. Я проверил, кстати, все данные Алены. Да, действительно, это ее сын, потому что у нас сейчас начинают двигаться уже мошенники по вот таким делам, когда речь заходит о сборах денежных средств. Проверил все данные, паспортные. Действительно, мама, действительно, сын, действительно, пострадавший. Выписки, справки, все как положено. Поэтому сейчас будем принимать решение, как дальше ей помогать на местности. Потому как ребята, которые оказывали юридическую помощь, находятся в другом совершенно городе и далеко. Они говорят, Миш, если в принципе нужно, мы можем поехать в командировку туда без проблем. Но, опять же, это другие сопутствующие траты. Посмотрим, может быть, все-таки найдем юридическую поддержку непосредственно в их регионе, в Северном. Чтобы ребята сдалека так далеко не летели. То есть, ну это... Сейчас будем принимать по этому поводу решение. Пока что следователи уверяют, что работа идет. Но суть в чем? Проходит уже разговорчик, что там начинаются вот эти движения со стороны этих азербайджанцев. И вот на что стоит обратить внимание. Начинается тени-толкайка в сторону этой Алены, я так ее называю в простонародье, да? Что якобы она, ну, не особо хорошая мама. Что у нее 17-летний подросток, значит, вот в вечернее, позднее время где-то там находился. Ну, мы же все до 18 лет, да, с мамой прожили вот так вот прям обнимочку, никуда не выходя из дома. Я, например, в 15 лет вообще уехал уже в другую страну образование получать. Просто решил и поехал. Ну, а здесь вот как бы плохая мама, что у нее парнишка где-то там находился. Ну, вот это начинается такая тени-толкайка, называется, а вы сами такие. Ну, подумай, что мы вашего сына толпой забили нахер, палками хлистали, там вся спина разорвана мне, фотографии прислали. Я просто не хочу выкладывать реально, ребят, ну, некрасиво по отношению к семье. Если вдруг будет надобность какая-то непосредственно юридическая, я это сделаю. Ну, там, блядь, спина просто там, видно, дубины хлистали конкретно. Причем, что с первого числа, что с третьего числа арестовано всего три человека. Вы представляете? Ну, работа идет. Следователи уверяют, мы будем за всей ситуацией следить. В любом случае, юридическую помощь мы будем Алене предоставлять. Ну, а если там сейчас опять начнется классическая история, а не Рафик абсолютно был невиновный, Ну, будем поднимать кипиш, слава богу, сейчас уже на это обращают внимание. Очень многие ресурсы, очень многие люди вовлечены в эту тему, как я об этом говорил, даже хозяйки, домохозяйки уже в курсе.